Покачевцы чистят ружья и проверяют экипировку. С 30 апреля в Югре открывается весенний сезон охоты. Он непродолжительный, всего 10 дней на каждой определенной территории, поэтому промысловики-любители готовятся заблаговременно. Один из главных этапов приготовления к сезону – приобретение разрешения на добычу животных ресурсов. Его нужно оформлять, исходя из места, где промысловик собирается провести отведенные на охоту 10 дней. Получить пропуск на общедоступной территории можно в многофункциональном центре «Мои документы». Там уже начали оформлять такие путевки. Для получения разрешения вам необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, иметь при себе охотничий билет действующего образца, оплатить госпошлину. Госпошлину составляет 650 рублей, а также налоговый сбор – 140 рублей, в том случае, если вы выбираете еще Гухаря и Тетерева. Процедура непродолжительная, однако попасть на прием можно только по предварительной записи. Все необходимые платежи помогут провести на месте. Стоит еще раз отметить, что через МФЦ реально приобрести путевку лишь на общедоступные угодья. Этой весной в Покачевское учреждение поступили бланки лишь на зону с 61 по 62 параллель, действующий с 7 по 16 мая. Сроки увеличатся с 15 апреля по 20 мая, если использовать для охоты на селезней подсадную утку, причем по новым правилам, выращенную в домашних условиях. Но подобной практики пока замечено не было. Опытные добытчики в Покачах все же предпочитают угодья, закрепленные за клубом любителей охоты и рыболовства. Эта территория простирается южнее, 61 параллель в одну сторону и севернее, 62 в другую. Таким образом и сроки можно расширить в нынешнем сезоне с 30 апреля по 23 мая. И тогда вариантов удачных мест гораздо больше. Путевки будут выдаваться в Кооперативе «Союз». Ну, охотники знаем, где в прошлом году выдавались путевки по весне. Значит, для членов общества на утку будет полторы тысячи, не для членов две тысячи. И льготы будут только для членов общества охотников 30%, если старше 60 лет. Охотники со стажем отмечают резкое снижение численности боровой дичи в местной локации. По их словам, глухарь давно исчез, тетерев встречается одиночно, внушает опасения и рябчик. Основываясь на законодательной базе региона, разрешения на добычу этих пернатых весной продолжают выдаваться. Большинство же опытных промысловиков предлагают воздержаться от изъятия этих животных ресурсов в период размножения. Чего не скажешь про зайца. Заяц, так скажем, здесь никогда его и лишку не было, и мало не было. То есть он всегда в какой-то средней численности. Говорит, что его меньше или больше стало, в общем-то нельзя. Он так. То отходит ближе к населенным пунктам, то уходит. Говоря проще, люди, которые выбивают дичь у дороги, а таких немало считают, что зайца нет. А если зайти поглубже в гущу к ручьям, есть. Бывалые все же отмечают, охота – это хоть и инстинкт, но не добыча ради, а для здоровья и душевного равновесия. Недаром же желают ни пуха, ни пера. Константин Цыганенко, Дмитрий Городников, Михаил Адвахов. Специально для новостей. Субтитры создавал DimaTorzok